1, 2, 1, 2, 3, 4 Виталька Три свадьбы в один день На десять с Тамарой, на десять тридцать с Натальской И на одиннадцать с Настей Капец Заодно все успокойся Будем решать проблемы по мере их поступлений Сначала женюсь А там подивлюсь уже Виталик, а ты что еще не готов? У тебя же сейчас выкуп невесты Выкуп? А вы что, ее без меня не могли выкупать? Давай, бегом одевай пиджак Так а подождите Вы мне обещали купить на свадьбу костюм У меня колеса прессия Ну мы так подумали, зачем на один раз костюм Я свой свадебный одевал один раз Ну понятное дело Потому что ты сразу после свадьбы его потерял Так я дедусь кин пиджак одевать не буду Все Пиду в этом Ну ты хоть штаны одень Не подержи ты в ЗАГС в шортах У меня одни спортивные штаны Красивые шортики, чего это? Боже, какой красивый мальчик Айо! Да, конечно, скоро будем. Из ЗАГСа звонили. Пытали, когда мы будем. Айо! Да, конечно, скоро будем. А ну, дай я поговорю. Алло, кто Гоморджоба? Что вы себе? Почему вы меня оскорбляете, а? Кто это такие? Это, наверное, я что-то. Как из Грузии. Просто дай с номером. А почему ты им сказал, что скоро будешь? Ну, не обязательно людей в такой день. Так, Виталик, сейчас выходит Настя. Ты ее на руках до такси несешь, а потом из такси на руках в ЗАГС тоже несешь. Я не понял. Ванесосе спить, все я ее везде на руках должен таскать. Нет, просто я свадебные туфли нам домой таки в 12 часов принесу. Вы шо, ей туфли в аренду взяли? Ну, а что? Всего лишь один раз одеть. Вот я свои свадебные туфли один раз одел. Это потому, что ты потерял в чемодан со своими свадебными вещами. Так, все, мне надо отлучиться на часок. Давай. Ты куда? У тебя сегодня свадьба. Я имею право на мальчишник. За час до завтра? Да. О, Виталик, привет. Как дела? Нема времени, у меня сегодня свадьба. Да ты шо? Ой, Богдановна, я как вспомню свою свадьбу, то мне ж плакать хочется. Ну да. Ты ж в первую брачную ночь потеряла то, что берегла для мужа. Четыреста долларов. Четыреста двадцать. Так, ну, Суитар, давай ты уже начинай, потому что сегодня все куча дел. Ай, Виталик! Ай, молодой! Слушай, какой супник! Слушай, а ты что на себя надел, а? Ты должен выглядеть как настоящий джигин. Понимаешь? Ребята, давай снимай. Так а, эй! Что делать-то? Не переживай, Геннад Валий, не переживай. Ах, красавец. Ах, настоящий джигит. Ай, молодец. Наконец сегодня сбудется моя мечта, Виталик. Сегодня сбудутся целых три мои мечты. Что? Я говорю, давайте все распитывайте. Я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг друга. Горько. 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 Так, если я заступаю, поехали все в ресторан. Слушай, Виталик, ты куда так спешишь? Я просто хочу, чтобы все все быстрее закончилось. И уже началась первопрочная ночь. Ай, молодец. Ай, молодец. Дайте, дайте, дайте. Тамаричка, быстрей, 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 быстрей. Пиши. Да. Ну, и где твой Виталик? Так, езжай, ты быстрей. А ты куда собрался? Папа, Виталик обязательно придет. Тем более я чувствую, он где-то рядом. Я поеду на следующем осенье, познакомлюсь с твоими родственниками. Смотри, мне недолго. Какая мордюбка. Натос, натосенько. Виталик, это что за костюм? Сука. Хорошо, что мы купили тебе пиджак. Виталик, а на какие деньги вы будете жить? Я не понял, вы у вас все, мимо денег? Так, это все пишите быстрее. Это что такое? Я не понимаю. Я не понимаю. Так вы же уже расписались. Не по времени обнестать. Дорогие. Я объявляю вас мужем и женой. Можете поцеловать друг друга. Итак, поехали все в ресторан. Мы целоваться там будем. Натосенько, нема время, не поехали, а быстрее, нема время. Диви, давай, давай, давай. Натосенько, сейчас быстро идите в ресторан. А ты? Я, а я сбегаю, заберу коробочку из-под колец. Зачем? Ну, в хозяйстве все пригодится. Тем более, понимаешь, что денег у нас не мог. Быстро, быстро, заходите. Я так переживаю. Где он ходит? А это не Виталик там в белом пиджаке? Там. Та не, точно не он. Виталик красивым дедушка нам в жакете. А то и хмырь в яком израцком белом жакете. Ну да. Пойдем? Виталик, ты нормальный? Где ты ходишь? А я просто кольца забыл. Ты нормальный, кольца же у меня. Я же задумал потеряю. Объявляю вас мужем и женой. Горько. А теперь будем ездить по городу и фотографироваться. Вы нормальный вообще? Это свадьба или какие-то цели? Додому и есть. Все, Настя, давай. А ты, Виталик? Мне надо пройти с пешком. Чувствую, поднабрався лишь с небес. Все, идите. На сегодня точно все. Где я был так долго? Горько. Просто сивни на ту мэр срутку. Горько! 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 время тогда было непростое и мы решили сначала встать на ноги а потом уже заводить детей крути горько виталий а где вы вообще жить будет а затем в общем есть одна схема короче у нас соседка такая уже старенько я за ней прикладываю врачи кажут что ей недовго осталось в статі пиду проверью виталик где ты ходишь у тебя же сегодня свадьба я это ходи в язык вставал когда грацюру дадут виталик что ты чешешь ты даже в день своей свадьбе ходил парк до телочек мама это мой крест и мне его нести иди умейся я когда обженилась со своим мачо так мы сразу поехали в свалебное путешествие на острова во первых это был не мачо а прапольщик а во вторых то что его отправили служить на сахалин ничего не означает романтическое путешествие так у меня для всех есть сюрприз только мне где-то надо где-то отлучится за сюрприз за сюрприз давай давай так а когда ты будешь ну сегодня буду максимум завтра утро что жутка шутка здесь юмор понимать ну да повезло тебе благослови Так, мне сейчас, наверное, убить. Слушай, ты кто такой? Я зених. Что? Нет. Ты не зених? Ты зять мой дорогой. Слушай, Виталин, ты любишь рыбалку? Хочешь, я тебе возьму на рыбалку с собой? Ай, молодец, молодец, Виталин! Так, вроде все нормально, бегом на танцы. Не понял? Блин. Виталю? Что это на тебе? И где ты был? Ходил в парк, знакомился с овцами. Да, сутка, сутка, Наташа, это ж юмор, понимать надо. Кстати, мне нравятся джипы. Не понял. Слушай, в нормальных семьях тести дарят своему зятю машину. Это ж надо пяти занять очередь за машиной, я скоро прийду на Тася. Виталик, это есть твой сюрприз? Ну да, Настя, вы не красивый сюрприз. Горячий кавакасский музичина. Виталик, вообще-то надо становиться серьезней. Ты ж уже не мальчик, ты муж. Это двойная ответственность. Я бы даже сказал, тройная. Секундочку, внимание. Как вы все знаете, я собирал Виталику на машину. Попрошу всех выйти на улицу. Попа! Попа! Пойдемте! 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 Папа подарил мне машину. Я считаю, что каждый отец должен подарить своему сыну автомобиль. Папа, я тебя люблю. Совсем недорого. Ну просто повезло. Папа, спасибо тебе большое. Я вернусь через час. Ну надо себе обкатать по дороге. А сейчас гость. Однажды маленькая и совсем красивая панда гуляла по дороге. А с другой стороны клей приближался большой, тоже совсем красивый поезд. Как выпить за переезд, который соединяет влюбленную секцию. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и как это теперь разрулить? Пожду, причем это была твоя идея. Три свадьбы, три жены. Капец. Больше я тебя никогда не слушать не буду. Коля, ты горшочек включай свой. Как ты себе это представляешь? Одновременно с тремя? Ну, это, конечно, прикольно, но... А если узнают? Что? Капец. Это же первый брат на ночь. Три жены – это, конечно. Хорошо. Только теперь у меня будет и три теси, да? Ох... 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 Три жены.